Маленькая мелочь, вот ребята смотрят, вы видите, он не нажимает на микрофон, вы понимаете, что он не достает? Бензин до сих пор стоит в заслонках, то есть идеально, но вы поймите главное, я ведь потом проверяю, что они не закусывают, то есть цель-то, очень важный момент, что заслонки герметичные, но они не закусывают, потому что вторичная камера с пневмоприводом, а он очень слабенький, то есть у него усилия небольшие, и если там будет закус, то есть если он будет касаться стенок, представляете, у меня просто не будет открываться заслонка. Слышите, вот этот с бензином, а у него нет. Вот этот винт определенной длины, почему? То есть я встречал, когда сюда вставили другой винт, винтик, вот этот маленький на 4 винтик, но длинный, и знаете, что делал? Он упирался в вал, и у меня вал не прокручивался, ну то есть он скреб. Педаль, ребята, жесткая, вот оно в чем дело, то есть сейчас получается, вы сейчас едете, как будто вы нажали сцепление, чуть-чуть, и она не сшимается полностью. Что случилось с машинкой, расскажите, пожалуйста, друзья. Вот ехал спокойно, получается, от КПП, все нормально, тяга хорошая, без проблем едет, и все, начались дергания, и сразу же потухло. А как до меня добрались? Ну, поплелся. То есть мучились, да, я имею в виду, не на веревке, да? А, еще и на трассу. А, еще и на трассу. Ну что, ребят, то есть все было нормально, а потом дергаться, 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 дергаться. И день до этого она у меня тоже дергалась, дергалась, заблохла, просто провода пошевелили, завелась, спокойно поехала. Понятно. Ну то есть дождались финала настоящего, чтобы весело было. Друзья, всем привет, вы на канале Владимир Шинарев, дневник за диагноз, вот приехали ребята, точнее, притащили ласточку и просят помощи. О, молодцов. Так, палку подавайте мне, друзья, палку, пластиковую. Давайте, эта помощница работает, вы видите, как уже столько лет. Началось, ребятки мои дорогие. Все весело, сейчас все покажу. То есть у них стоит паук, выхлопной коллектор называется. А где вы берете теплый воздух, молодые люди? Не дело это, конечно, не дело это. Ну ладно, зима, в принципе, прошла. Проблема в том, что на инжекторной машине стоит датчик температуры воздуха, не только тасола, но и воздух. И когда холодно на улице, он просто меняет режим, ну то есть подает больше топлива. Здесь, к сожалению, у них, ну, наверное, можно будет приделать на следующую зиму. Эта зима уже прошла, то есть на коллектор нужно будет одеть жаровню и подать теплый воздух вот сюда. Вы смотрите, они же подключили, видите, стоит. Нужно поставить вот такого типа жаровню, но я могу показать даже девяточную, которая будет облегать, облегать будет выхлопной коллектор и по трубкам, по трубкам соединяться будет и переключаться на холодный воздух. То есть на теплый воздух, вот, понятно, да, сюда подсоединяется, вот к этому патрубку, видите, по трубкам. И тогда зимой можно будет, осенью, глубокой осенью, зимой и ранней весной можно будет на машине на этой нормально ездить. Пока этого нету, проблема. То есть, ну вы поняли, это там, там меняется став смеси компьютером, а здесь этого нету. Мы только единственное, что делаем, мы меняем, ну, подогреваем воздух под лето. Вот, оказывается, у них, он даже, ребята, лежит здесь. Видите, они сбросили его, ну, как это, как ненужную вещь, а она очень нужна. Значит, надо подумать, понятно, и можно сделать самодельную, какую-то крепеж, ну, я думаю, что можно даже эту поставить. Давайте посмотрим, ребят. Ха, мальчишки, вот ее можно и поставить, поняли, да? Вот так вот маленько-то двинуть, чтобы воздух проходил, и соединить, вот, под болт. Это уже сделают ребята, тем более сейчас весна, летом это не актуально. Так, это мы убираем. Ну, понятно, друзья, то есть я-то почему-то свечи спросил, обычно, когда таким образом задрыхает. Так, подсод, ребята, убираем. Молодцом, подсос убрался четко, что-то доброе, хорошее. Блок электроники стоит. Давайте здесь подключенный. Хорошо, здесь все правильно. Ну, видите, как, вот видите, как замечательно. То есть, этот вакуум берется всасывающего коллектора, идет на тройник. Один шнурочек, так называемый, шланг, ушел в салон на эконометр. Понятно, там желтенькая, красненькая шкала. А второй конец ушел на электропневмоклапан. Из электропневмоклапана, то есть, кономазер, собранный полностью. Классно. Теперь здесь смотрим. Ребят, ну, а здесь так глупость. Все сделано, все стоит правильно, друзья мои. Ну, смотрите, маленькая мелочь, вот ребята смотрят. Вы видите, он не нажимает на микро. Вы понимаете, что он не достает. Вы поняли меня, да? А это все, это ничего не работает. То есть, что делает? Микропереключатель дает команду электронному блоку, что сейчас режим, значит, заслонка закрыта, как курское зажигание, идет сигнал, который считывает электронный блок. И он понимает, что обороты двигателя не, допустим, холостой ход там 800, а, допустим, там, ну, 2003. И он отличает, да, вот, пневмоклапан. И выключается холостой ход. Видите? Ну, раз он, раз нет, раз не понимает, электронный блок в каком состоянии сейчас заслонка, поэтому он ничего не может думать. Он просто, просто тупо, как фонарик, забирает электроэнергию. Говорю, это не просто так. То есть, у меня изобретение патента по этим экономайзерам, как вы понимаете, да, вот хочу показать вам, да, чтобы вы посмотрели, что это не просто мои слова, это то, что я знаю досконально. Буквально маленький миллиметр, который не достает, такой там, полмиллиметра не достает до микропереключателя, и все идет на смарку. А это реальная экономия топлива. То есть, на моем старом Москве-те, 14-м, этого не было, и я пришлось, мне пришлось изобретать. Вот так, не было такого устройства, да, мне его хотелось, экономить топливо. Мне очень хотелось, чтобы моя машинка, мой москвичок, жрал как можно меньше, ушел точнее. Снимаем шланг. Так. Ага. Так, а ну, мы же затолкали ее. Качните бензонасос, пожалуйста, мне. Посмотрим, струя есть, нет. Так, чуть-чуть стартим. Знаете, есть мертвая зона. Чуть-чуть буквально, чуть-чуть, раз. Молодцы, он. Пробуем. Вон, бензин, видишь, пошел уже. Вот, ребят. То есть, хорош. Он сменил, сменил, кулачок сменил свое положение, и бензонасос заработал. То есть, бензин есть, это я проверил, все нормально. Давайте вскроем. Винтика нету, это понятно все. Крышку убираем. Ну, понятно, она не работала. Поэтому сейчас анализ бензина в уровне не ведем. Крышку сюда. Меня ругает, но одно и то же показываешь. Ну, как говорится, сальто на лапке крутить я не буду. Потому что у меня в основном подписчики смотрят в маленький процент. Я имею в виду, что в основном смотрят люди, которые пришли на канал первый раз. Поэтому я подробно рассказываю. Ну, а некоторых матерых моих подписчиков это раздражает. Но ведь суть-то в чем? Это же можно пропускать, там, про жиклеры. Я же какие-то показываю изюминки. Вот видите, допустим, мелочь, да, такая вот. Раз, она и есть. Смотрим ускорительный насос. Ой, ребят, аж ворчит. Что это говорит? Это говорит о том, что классно, сюда я не полезу. Единственное, что мы сделаем, это мы возьмем... А, даже подтянутый. Маленький такой называется клизмочку. По-научному называется шпринцовка. Так, и начинаем проливать. Берем чуть бензина, наливаем в переходную систему вторичной камеры. Не попал. Так, бензин кончился. К сожалению, приходится, да, вот в этот момент дышать бензином. Видите, и бензин стоит, ребят. Вон он стоит. Вторичная, первичная камера. Так, раз. Ребят, бензин стоит, видите, да? Видите, шевелится. На этих карбюраторах система холостого хода называется АСХХ. Автономная система холостого хода. Это, то есть, заслонки должны быть идеально закрыты, идеально закрыты. А вся смесь готовится по отдельному каналу холостого хода. Машинка, смотрю, ухоженная. Это мне нравится. Так. Ага. Сейчас мы с вами. Так. Жиклер холостого хода. Для чего я вытаскиваю? Чтобы мне этот жиклер прочистить. Если я его не вытащу, мне жиклер не прочистить как следует. Раз. Здесь-то, видите, дырки сквозные, как бы, да? Он заскрипел. А здесь, получается, я бы уперся в жиклер. Ну, уже с тысячи. А так вот у меня есть свобода. Спирится до конца. Ну, чистый, ребят. Недавно, видимо, его, недавно его, видимо, делали. Можно жиклеры выворачивать. Вон, бензин до сих пор стоит в заслонках. То есть, идеально. Но, вы поймите, главное. Я ведь потом проверяю, что они не закусывают. То есть, цель-то, очень важный момент, что заслонки герметичные, но они не закусывают. Потому что вторичная камера с пневмоприводом, а он очень слабенький, то есть, у него усилия небольшие. И если там будет закус, то есть, если он будет касаться стенок, представляете, у меня просто не будет открываться заслонка. Не надо меня там, что надо снимать его, проверять. Это все сделано, это вытаскивается. Видите, как хорошо. Так, ну и все. Теперь, где нам отсос? Отсасываем. Чистенько все. Так, ну и колорсов возьмем тоже. Один и второй. Все. Теперь можно вывернуть и те же клевики, ребятки, которые там. Они теперь сухенькие. Их теперь можно и касаться руками. Все раскладывается, чтобы потом посмотреть, где что стояло. Как ставить я знаю, но как стояло, это будет понятно из того, как я их поставлю. Так, вот так. И теперь уже продуваем по-настоящему, по-пацански. Переходная, переходная, эко-настоящему, вот так вот, да. Ну вот так. Вот и вся, вся хваленая чистка. То люди чем-то гордятся там. Проблема продуть его. Насосом можно без проблем. Общительное стекло. Раз. Все чистенько. 4, 4, 2, 2. Да, все замечательно. Ставим четырьмя отверстиями к суда. То есть, берем топливный жиклёр первичной камеры. Смотрим его состояние. 112. Как замечательно, когда все хорошо. И берем второй жиклёр со вторичной камеры. Должен 150 быть. Ну что, 150. Так, на просвет, ребят, обязательно смотрим. Иначе смысла нету. Если в жиклёре соринка мы поставим, будет попа. Ну давай. Стоит, родной. Так, и здесь насквозь не посмотрел. И здесь насквозь не посмотрел. Двенажка. Все нормально. Так, и эти жиклёры. Вот они стояли по порядку. Первичная камера в третьей камере. Видите, даже первичная темненькая, да? Всегда темненькая. Почему темненькая? Кто мне скажет? Вот поставьте лайк, и я вам расскажу. Не поставить, я не расскажу. Так, 150. Навряд ли кто на холодном моторе сразу в пол нажимает. Конечно, там. А так вот, как раз получается, что перечная камера на себя все воспринимает. Все эти холодные пуски. Так, это. Все, закручиваем. Так, и здесь. Так. Видите, жиклёры проверены на частоту, на маркировку. Калибровать, пока я не калибрую. Потому что это будет, ну, то есть, ну, это нереально долго. Так, и холостой ход. Обязательно проверяем. Берем, вытаскиваем его. Обязательно его продуваем. И здесь. Чтобы никакой соринки не осталось шансу. Смотрим насквозь. Во-первых, смотрим. Отверстие сквозное. Самое главное, что вот здесь нет раковины. Замечательно. Вставляем. Все. Вот и вся. Вся работа со средней и нижней частью. Две части мы проверили. Осталось. Вот здесь. Как всегда, я подбиваю жиклёрики слегка. Один. И второй. Видите, чуть-чуть, но подбился. Так, смотрим уровень. Видите, уровень маленький, ребят. Видите, швелец задевает. Ну, и второй уровень. А этот тоже маловато. Видите, не лезет. Сразу сделаем затяжку. Вот, видите как. Сюда я, говорю, не лажу. Не надо мне учить. Все это миллион раз уже показано в моих видео. Там. Если грязь оттуда вылетит ручьем, то значит я посмотрю. Если нет, то я просто все, что там было, выдую. Смотрим иголочку. Так, игла. Берем опять. Стекло увеличительное. Смотрим. Так, ну что, ребятки. Выработка есть. Вот, но она терпимая. То есть, я имею в виду, что она еще рабочая. Здесь продуваем. Вот. Видели, да? Оттуда грязь не вылетела. Если оттуда шмотя ваты там выскочили бы, воробьи, зайцы бы, я бы, конечно, снял и пробить, чистил фильтр. Но там все чисто, поверьте мне. То есть, 8 атмосфер свое дело делать. Дальше берем ключик. Вот это важнее это вот подтянуть. Вот видите, не подтянуто. Вот это вот важнее, чтобы здесь не подтекало. Еще раз продуваем, раз мы шевельнули систему. Все, отсюда. Все. Игла нормальная. Так, ставим. Поплавок без бензина. Слышите? Вот этот с бензином? А у него нет. Так что, это очень важный момент. Текут, к сожалению, старые поплавки начали пропускать. Сварка, эта пайка начала пропускать бензин, и идут проблемы. Поэтому мы даже это проверили. Вот вам и диагностику. Мне говорят, сделайте диагностику. Пока не потрясешь поплавок, никакой диагностики быть не может. Прочищено. Теперь смотрим сюда, друзья. Теперь надо сделать, только не забить. Видите, шевелится, да? Видите, он шевелится. То есть, уровень-то высокий был. Вот почему свечи... Одна из причин, почему свечи черные. Мы берем и подгибаем чуть-чуть. Снова смотрим. Вот я подогнул. Видите, уже не задевает. Уже не задевает. И второй. И второй. Ну, этот не столь важен. Но чисто, как говорится, здесь я свой почерк, что это я делал. Ну, видите, какая прелесть. А у современных этого нет. Вот есть бумажка такая, 2107. Бумажечка, представляете? Наклеена. Поэтому и такие карбюраторы надо беречь. Последнее, что делаем. Берем, зажимаем. Готовимся зажимать отверстие. Нажимаем здесь. И закрываем отверстие. Ну, ребята, ну, посмотрите. Реакция какая. Представляете? Система герметичная. Диафрагма целая. Ну, зачем я буду лезть? Туда я не полезу. Проверять на герметичность глупо. Ну, давайте, я вам покажу, как я проверяю. Потому что, чтобы вы видели, как я не сосу ничего там. Видите, как я делаю? То есть, простая русская клизма помогает мне делать. Поняли, да? Вот так вот. Мне говорят, ну, клизма надо ртом сосать. Да вы хоть чем сосите, блядь. Хоть. А это, если, понимаете, если она стоит на месте, то она, значит, гла притертая. Все нормально. Следующий этап. Проверяем заслонки. Садимся за руль. Плавненько нажимаем на газ. И вот смотрим. Сейчас, сейчас, сейчас свет включу. Плавненько на газ нажимаем, пожалуйста. Смотрим, ребят. Так, до конца отодвинулась. Что делаем? Нажимаем пальцем. Видите? Помните, смотрите. Заслонку я проверил герметичная. А этим пальцем я, а это я проверяю, что она не заедает. Когда она заедает, да, вот этот винт неправильно выключил, вот этот регулировочный. Тогда я нажимаю, она делает вот так, понимаете? Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Ставьте лайки. Иначе дело дальше не пойдет. То есть, если хотите, чтобы регулировка прошла успешно, пожалуйста, на секундочку отвлекитесь. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Все, вылазим, все идеально. То есть, все, все сработало. Понятно, да? Мощность полная. Это вот как очень важно. Показал вам старые свечи. То есть, там у него вернутые. Подозреваю, что свечи мертвые. Давайте посмотрим свечи. Давайте вывернем хотя бы одну свечу, посмотрим. Оба, а что она не завернутая? Или я уже верну? Что-то еще не помню. Ладно. Ну, братцы, братцы. Ну, как я на таких свечах могу завести, ребят? Так что все свечи долой. То есть, смысла даже нет пытаться на них заводить. Ну, потому что все карбюратор, карбюратор. А вот видите, а проблема-то очень. Смотрите, а что такое? Вообще не завернут. Я сначала думал, что это я. Смотрите, ребят. Видите? Смотрим. Вставляю ключ. Видите, чем хорош ключ? Мне не надо тут одну спину нагреть. Смотрите, ребят. Да это что такое? Это что такое? Детский лепит, да? Такое завернут. Я сначала думал, что показалось. Нет? Ребят, сейчас еще одну покажу вам. Но это, ребята, не смешно, конечно. Смотрите. Опять нас наставил. Вот, буквально. Смотрите. Ну, вообще не завернута. Ну, ладно. На холоде, ребята, конечно, могли и спешить. А если мы сами, если классно, тем более, ездили к мастерам. За это надо, конечно, убивать. Пескоструем свечи. Хозяин говорит, что они новенькие. Видите, как я делаю? Раз. И у меня таким образом переход быстро получается с любого устройства. Смотрите, какие свечи были черные-черные, да? Вставляем и поехали, друзья. Я пошевелю, чтобы... Да, поставите, ребят. Пошевелю, чтобы там везде, как говорится, попало. Смотрим, ребят. Ну, видите, почти, ну, почти, почти, почти новые. Уже маленько, конечно, подзабились они. Так, вот они почище стали. Теперь дальше. Самое главное, ребят, пробить. Понимаете, если попадет на резьбу, попадет между алюминием и сталью, попадет песчинка малейшая, то вот закусывают, и потом, не назад, не вперед. Поэтому очень внимательно теперь обязательно продуваем. Писок уже старый, добилась уже тысячи, ну, или свечи убитые уже. Или свечи уже, как он говорит, новые, не новые. Ладно, уже рабочие свечи. Двигание батарейное стоит, значит, батарейное стоит. Значит, должно быть 0,5-0,6. 0,5-0,6. Народ. Сразу проверим зазоры, давайте. 0,5-0,6. Следняя свечечка. Нет, зазоры нормальные. Заворачиваем свечи. Раз, два. Вот так вот. Даже не прожатые, это самое. То есть, они вот дошли, понимаешь, да? А должно быть прожато, колечко-то должно быть чуть-чуть прожато. Иначе, ну, то есть, не дай, должно быть герметично. Там 97-90 атмосфер, мужики, поэтому. Все, ребята. Это у нас второй, это у нас третий, и это у нас первый. Качаем бензонасос с ручной подкачкой. Так, 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 так. Хорошо. Еще, еще, еще. Хороший, все. Все, 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 все. Замечательно. То есть, все сработало. Ну, руки садить, сейчас заводить будем. Газ давать буду я, вы мой стартер. Какой подсос все отключено? Я все сам сделаю. Я подсос сделал, ребята. Подсос будет, но не ваш, а мой. Так. Так, готово. Я накинул, придерживаю шланг, придерживаю. Лицо сюда ссувать нельзя, иначе хлопок может глаза выбить. Я подсос придерживаю пока пальцами. Заводи машину. А я включил. Включил. Поехали еще. Держим, вставляем баночку и снимаем шланг, чтобы проверить уровень. Так, ладно. Слили шланг со шланга. Поднимаем и смотрим уровень по плавковой камере. Ну, вот пол полочки. То есть, все нормально. То есть, здесь все хорошо. Ставим тягу на место. А то скажут, что что-то не сделаешь. Вот ты забыл жиклёр завернуть. Ну, просто все показывать. Я же без оператора работаю. Все, пошла затяжка. Последний. Так, тягу я поставил уже. Шланг одеваем. Так, и затягиваем моей отверткой здесь. Вот так удобно. Очень раз. Чуть не соскочил. Так, так, так. Так, так. Все, ребят. И проверяем штуцер. Штуцер целый. Видите, не щелкает. Надо исправить, чтобы она работала, система. Что мы делаем? Мы берем, ослабляем. Так, нижний. И пытаемся подать его вперёд. Вот, видите, как хорошо. Но, друзья. Вот как должно будет, мои хорошие. Вы понимаете, что блок должен понимать, в каком состоянии дроссель-заслонка. Вот такая маленькая, сколько там, 2 миллиметра, 3, ну, неважно. Вот теперь я знаю, что у меня электронный блок, от него получает команду. И система ЭПХХ будет работать. Завёл, и мне не нравится работа. Ну, как, я в любом случае буду смотреть систему зажигания. Давайте начнём с неё, потому что, я думаю, что проблемы как раз много здесь. Для этого подталкиваем, подкатываем наш мотоцикл 3, включаем его. Питание ему подаём. Отвечаем питание. Берём провод синхронизации на первой цилиндре, естественно, точку отсчёта. И берём один, ставим на центральный провод. Вот, так, схема собрана. Дальше ждём, пока он проснётся. Как он проснётся, так и начнём. Вот здесь идёт, это вот редуктор. Будем говорить, ещё тогда. Смотрите, чём дело, ребят. Вот он сюда накидал, всякая дрянь, да. Проблема вот в чём, ребят. Нет, может, конечно, оставлять, это просто, видите, или достал. Моё пожелание, вот здесь, вот здесь. Вот здесь от него идёт тяга, вот к этой, поняли меня, да. Если попадает тряпка, наматывается, то он не может встать на место, то есть выйти в режим нуля, и под напряжением сгорает. Друзья, нельзя так, нежелательно. Поэтому туда можно ложить что угодно. Но это моё пожелание, поняли, да. Желательно там поставить магните кругленький, такой, знаете, от приёмника, и на него ключики ложить, тогда они не будут брякать. Вообще, как, класс, у меня так, лично. Вот это место святое, ребят, вот она тяга. Тяга идёт к этой, вот вы поняли, да, под низом. И поэтому, намотав сюда тряпку, или попав ключ вот так вот, он просто не даёт возможности им вернуться назад. А раз назад они возвращаются, они под напряжением. И всё изгорает. А чтобы его снять, надо разбирать панель. Всё приготовилось, всё у нас проснулась аппаратура вся. Включаем третий канал. Делаем его, инверсии снимаем, делаем его активным. Так, и включаем. Давайте на запись поставим, на самозапись. Потому что тут не знаешь, что будет. Заводим. Понятно всё. Вот вы и мучились. Вот она у вас и умирала. Мне говорят, что ты понтуешься своим этим осциллографом. Ну что здесь, конденсатор или контакты сейчас. Видите, что делается? Вот они, бедненькие-то. Вот они и мучились. Очень точный вольтметр подключил, значит, между корпусом и, понятно, контактами. И нажимаем сюда и смотрим контакты. Нет, ребят, контакты, он нажал, контакты идеальные. То есть прибор показал, что контакты идеальные. Зажигание включено, да? Да, 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 да. Всё. Всё, конденсатор. Да, выключайте зажигание обязательно, выключайте зажигание. Откручиваю, смотрите, ребят. Откручиваем, да, так. И ключ, как всегда, ложим сюда. По направлению, чтобы мне потом не искать положение бегунка. Крутили хайку. Дальше сняли шайбу, сняли пяту, сняли. Убрали. И поднимаем уже трамблёр. Смотрим прокладочку. Прокладочки нет, ребят. Представьте, как интересно, да? Видите? То есть я же уже привык к тому, что прокладок нет. Вот прокладочку надо будет поставить нам с вами. Я уже обращаю внимание, потому что потом скажут. Я имею в виду, что сам же и увижу, что её нету, скажу. А может, она упала? Нет, поэтому я очень внимательно к этому отношусь, когда снимаю. Так. Снимаем здесь. Смотри, хрен лысого, наверное. Нет, слабо. Очень слабо, поэтому. Главное, не потерять здесь винт. Ребятки, вот этот нюанс. Вот этот винт определённой длины. Почему? То есть я встречал, когда сюда вставили другой винт. Винтик. Вот этот маленький на 4 винтик. Но длинный. И знаете, что делал? Он упирался в вал. И у меня вал не прокручивался. Ну, то есть он скрёб. Поняли, да? Вот такая вроде мелочь, да? Ну, тоже. Здесь я откручиваю обычно вот такой вот бяк. К сожалению, трамблёр жалко. Придётся откручивать много. Так. Что такое там? А, попал провод туда. Сейчас открутим. Вот так. Вот здесь на 7 гаечка. Сейчас мы её быстренько, чтобы не потерять. Меняем её раз, 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 раз. И сейчас опять всё увидите сами. Эту чёрта ваше. Так. Это мы удаляем. Вот так. Саленький. А новенький? Новенький ставим вот так. Вот так. Нет, надо под эту. Она будет. Смотрите, шайб нету. Ничего нету. То есть в пластмассу упирается. Ох, разгильдяя. Разве так можно? Ну, понятно. Это диэлектрик. Мягкий же он. Вот получается, что. Сейчас надо шайбу найти, ребята. Вот так. Слабенько было, ребята. Здесь надо очень тоже контакт, чтобы был. Так, здесь сейчас. Вот я ставлю шайбу. Понятно, да? Теперь ставлю конденсатор. Вот. Так. Да. На откручивание правильно. И ставлю провод. И всё это теперь соединяю. Чем? Куда я делал гаечку, ребятки? Куда она? Вот так вот. Вот так. И закручиваем. Вот теперь у меня будет хороший упор. Оно получается, что прогибается в мягком. Ну, есть нет упора полноценного. Сейчас, смотрите. Вот я затягиваю. Так, так, так. Шайба в шайбу. Вот теперь у меня уже усилие. А раз усилие, значит, будет контакт. О, как хорошо. Всё замечательно. И останется нам что? Останется нам поставить кондюрик. Всё. Теперь дальше выставляем по ключу. Вот так он был у нас. Так. И вставляем. Ага, прокладку надо надеть. Теперь надо... Теперь она будет с прокладкой. Вот мелочь. Так, ставим... Чуть-чуть сюда. Всё. И запомни, возить с собой конденсатор и бегунок. Это самые частые проблемы. Корешку одеваем. Так. Вот так. Вот так. Сейчас мы её будем заводить. Включаем вентиляцию, пожалуйста. Всё, спасибо. Подсос на себя до конца. Так, ребят. Ну что получилось, давайте посмотрим. Давайте саново. Стартер. Убавляем поток. Минимально устойчивый. Ребята, к сожалению, сдох аккумулятор. Вот. Ну, вот последние кадры. Смотрите. Видите, какая стала искра. Сейчас мы активируем его. Я вам покажу. То есть, вот смотрите. Помните, здесь шагрень была? Вот её нету, ребят. То есть, всё исправилось. Полноценная. Супер искра. Катушка идеальная. Всё идеально. Теперь конденсатор у меня праздник. Всё. Сейчас выставим зажигание. Машинка стала работать получше. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Сами знаете, времена сейчас тяжёлые. Нету монетизации на канале. Поэтому всем, кто помогает морально-материально, огромная-огромная благодарность. Ну, ребят, не забывайте подписывать, ставить лайки. Это очень хорошо продвигает канал. Если вам, конечно, он интересен. Давайте выставим зажигание. Заводим машину, пожалуйста. Тихо. Вот, ребята, признаки очень раннего зажигания. Смотрите, я делаю позже зажигание. Смотрите. Вот так вот. Заводим. Всё. Всё. Ребята, ну как выставлять зажигание, вы знаете, значит, метка на стробоскопе на холостом ходу должна стоять на средней метке, между большой и маленькой, самой большой и самой маленькой, так, потом дальше, значит, я добавляю обороты, метка должна подниматься, ну, примерно на столько, на максимально 5 оборотов, примерно, ну, на спичный коробок должна подниматься, и при сбросе оборотов падать на место, и потом, как обратили внимание, когда я подключил вакуумный шланг, у меня метка скаканула, почему, потому что у меня подсос был вытянут маленечко, и система стояла не на холостом ходу, а на переходном режиме, трамблер теперь идеально исправен, осталось его только смазать, снимаем крышку, так, и смазываем вот эту вот фетрочку, видите, фетрочку, буквально 3 капельки, не надо много, иначе у нас будет забрызгивать, иначе, ну, на контакты маска упадет, это будет обгорать, и нам проблема. Так, там смазали, и вторая точка, это вот здесь, это уже смазываем вал, то есть туда буквально, можно полную, ну, не часто, но, видите, полную, и закрываем пыльничком. Вот дренажная трубочка, она, кстати, пережата, что ли, обратите внимание, куда направлена, на коллектор выхлопной, вы поняли, да, но, к сожалению, здесь, а, они ее передавили, видите, ну, сейчас проверим, во-первых, вакуум, вот, видите, как она, пассатиженит, ну, молодцы, то есть, чтобы бензин не капал на выхлопную трубу, чтобы не было пожара, поняли. Так что, ладно, они ее пережали, вот, как, видите, приходится, что делать, да, с этим коллектором только так, некуда сливать топливо. Вот, я нахожу сборочку, как максимально. ДИЗАДОН 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пропадает... Видели, питание пропадает... То есть блок под замену... Слава Богу, исправный... Ребята заедут, возьмут... Он пока сильно не влияет... Теперь смотрим... Работал двигатель от поршневой... Обороты... Ставлю шланг... Так... Видите, ничего не меняется... Нужен... То есть поршневая хорошая... Картина газов очень мало... Это говорит о том, что... Кольца... Все... Все очень хорошо... То есть... Мотор в хорошем состоянии... Продолжение следует... Продолжение следует... Верно... Поправляет... Вторая передача... Вообще... Сейчас... Ну давайте... Поехали... Ребята, сцепление буксует... Пойдет? Не главное это, ребята. Третья передача. Скорость 0. Ну, практически 0. Главненько на газ. Друзья, и она едет. Ну, что скажете? Доволен, как козы. Вот, ребята, третья передача. Самая такая показательная. Ребята, сцепление буксует, парни. Ребята, сцепление буксует. Вот почему она. Вот почему она проблемная. Сейчас еще покажу вам, почему она буксует. Я вам сейчас докажу. Я вам сейчас докажу, мальчишки. Как это проверяется, ребята? Смотрите, как это проверяется. Печку выключай. Смотрите, я включаю четвертую передачу. Да, варварский способ. Смотрите, варварский способ. Я держу четвертую передачу. Четвертую, да, ведь? Смотрите, наручники. Смотрите, я бросил, да. Ребята, она работает. Вы поняли, это четвертая передача. То есть сцепление. Так, дальше. О, мальчишки. Ребята, так она на сцепление перетянуто. То есть здесь свободного хода нет. В срочном порядке на яму 4 мм, 3,5-4 мм, чтобы был свободный ход. Поняли меня, да? Педаль, ребята, жесткая. Вот оно в чем дело. То есть сейчас получается, вы сейчас едете, как будто вы нажали сцепление. Чуть-чуть. И она не сжимается полностью. Понятно, да? Ребята, в срочном порядке. Педаль хорошая, жесткая. Вот. Не тяните. Иначе завороснится потом уже бесполезно будет. Вот, друзья, еще одна неисправность. Вот оно в чем дело. Вот так проверяется варварский. Хозяин доволен работой? Очень доволен. Очень доволен. Пойдет по динамике как стала она? Хорошо. Ну, как было до поломки. Да? Ну, замечательно и хорошо. Друзья, огромное спасибо, что смотрели до конца, за лайки. Ну, конечно, обязательно подпишитесь. С вами был ваш автобус Володимир Шинарев. Здоровья вам и вашим машинам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...